Я потому что уже поперек запиваю. Не важно. Наденьте маску. 18 лет есть, и паспорта есть с собой. По фотографии, паспорта. У меня единственная такая фотография. Натер ухо только что вошел, оторвалась резинка. На вопрос, почему не в маске, каких только ответов не приходится выслушивать проверяющим. Что важно, при виде людей в форме, маски все же появляются и обретают законное место на лице. Впрочем, о законах некоторые готовы поспорить. Нет закона, обязывающего носить людей в маске. Вот если вы так считаете, я же вам говорю, будет составлен материал, а потом обжалуете его. Если вы так считаете. Так вы мне скажите, что я нарушила. Вы же не можете мне сказать, какой закон меня обязывает надеть маску. Какой закон меня обязывает надеть маску? Какой? Распоряжение губернатора. Протокол на девушку организаторы Ридеса ставили. Параллельно выслушали все, что она думает о масочном режиме и самих проверяющих. Последние в дискуссию с многословной горожанкой вступать не стали. Даже вставить слово не смогли. Хотя бы о том, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Другой посетитель торгового центра со всеми правилами и последствиями их нарушения знаком. Сразу объяснил, не может ходить в маске по состоянию здоровья. Даже заключение врача есть. Только не при себе. Тратиться мужчине не пришлось. Бесплатные маски лежали на одном из прилавков. Что не могло не порадовать проверяющих. Как и отсутствие несовершеннолетних без сопровождения родителей. Их еще неделю назад в ходе первых рейдов подростков отправляли домой целыми компаниями. Сейчас встретить одиноко прогуливающегося ребенка – редкость.